Друзья, всем привет! Мы с вами продолжаем играть Red Dead Redemption 2. У нас с вами сейчас будет небольшой марафон по этой игре, то есть у нас будет довольно-таки большое количество выпусков. Какая продолжительность у выпусков будет сложно сказать, потому что каждый раз получается по-разному смонтировать. Вроде записываешь те же полтора часа игры, и при этом порой больше попадает, порой меньше попадает выпуск. Так вот, как помните, в прошлом выпуске мы с вами ограбили пароход и, собственно говоря, на этом завершили. Я сказал, что мы отправимся вот по этому заданию. Здесь у нас с вами парящий орёл, то есть нам нужно помочь индейцам. Но по пути туда у нас с вами есть задание у Маргарет, и ещё чуть раньше, вот здесь вот совсем-совсем старое задание Джереми Компсон. То есть здесь, если не ошибаюсь, должен быть старый дом Джереми Компсона. Мы встретили этого старика в Роудсе, если не ошибаюсь. И он сказал, что потерял деньги, банк забрал у него дом. Ну и, собственно говоря, попросил нас вернуть кое-какие его личные вещи. Я так понимаю, что в этом доме будут какие-то другие жильцы. Давайте прям как раз проедем по этим заданиям, всё выполним, а потом посмотрим, что нам ещё предложит игра. И вот он, его старый дом, заколочен. Обыщите дом и разочтите карманные часы, пистолеты и учётную книгу Компсона. А я думал, что здесь кто-то живёт. Как странно. Хм. Здесь абсолютно никого нету. Пистолет, учётную книгу. Я вижу только бутылки. Здесь явно кто-то живёт. Ну-ка. Постанавливанием судьи Мередита Холден и суда штата Ле-Мойн. Права на данное владение и всё находящееся в нём имущество переходит в банку Роудса. Опа. Учётная книга, часы, пистолет. Что-то я пришёл так посреди ночи сюда. Я, естественно, всё сейчас быстренько здесь обещу. Но когда найду, добавлю выпуск. Старые карманные часы. Раз. Подтайной люк, я ж тебе об этом говорю. Вон, на полу валяется. То есть без этого ты бы не понял. А что ты здесь делаешь? Мы первые нашли это место. Да, спокойно. Я просто кое-что ищу. Этот старый револьвер твой? Был не чей, стал мой. Чёртвый трюк. Прокляйся. Ну, иди сюда. Ну что, а? Давай, давай, давай. Ух ты. Я понял. А нам было обязательно с ним на ножах махаться? Зараза. Иди сюда. Вот ножевой бой здесь, кажется, проработан не самым лучшим образом. Во, пистолет Компсона. Странное оружие. Зараза. Они мне и куртку, что ли, всё повредили, точнее, пиджак. Обалдеть, а. Досадно. Чё ж ты не выхватил... Чего? Чёрт. Цепи. Чё за ерунда? Ну-ка, 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 что за дневник? Всё было кончено. Они догнали меня неподалёку от Роудса. До самой смерти я не забуду, как бесновалась собака у моих ног. Впрочем, вряд ли этого дня придётся ждать долго. Вчера мне дали 50 плетей. Впереди столько же. Не думаю, что я смогу это выдержать. Тот человек сказал, что просто выполняет свою работу. Весьма необычная работа, если спросите меня. Впрочем, вряд ли кто-то станет меня спрашивать. Цвет меркнет, так что я заканчиваю. Очень надеюсь, что доживу до конца войны, и что справедливость восторжествует. Июнь 64 года. Походу, это не то, что нужно. Вот учётная книга, я тебя понял. Это просто был дневник какой-то. Ну-ка, давай это откроем. Это твоя учётная книга? Список рабов? Награда. 15 января. Бейтси. 17 долларов. Луиза. 12. И так далее. Просто список его рабов, что ли? Я хотел бы выслушать объяснение этого старика по поводу его дневника. По поводу всего вот того, что мы там нашли. Они про нас забыли. И именно тогда, когда мы им были нужны, они выбросили нас. Словно мы дерьмо на подошве. Да, это был не самый подходящий момент. Привет, старик. Старик? Прояви почтение. Раньше меня уважали. У меня была профессия. Вы попросили меня кое-что раздобыть. Того, что мне нужно, мне не вернуть. Моя работа, гордость, уважение, с которым относится к джентльмену. А с этим хламом что тогда делать? Мои вещи. Ты не понимаешь. Эти сволочи, они все изменили. Я был хорошим работником. Я своим трудом гордился. Они... Они меня этого всего лишили. Но другались над моим наследием. Старик, от некоторых профессий мы избавляемся. Как и от их пережитков. В них нет ничего достойного. Что ты делаешь? Это же мое прошлое. Будь ты проклят. Будь ты проклят. Я еще жив. Ага. Рабов-то освободили. Соответственно, его профессия уже была не нужна. Я тебя понял. Хорошо. Вот теперь все стало на свои места. Ну ладно, давайте отправляться дальше. Если не ошибаюсь, у нас прямо по пути. Где-то вот здесь вот. Да, вот здесь вот. Нас Маргарет даже ждать. Ну, как сказать, ждать. Это мужик. Но должна ждать в женском роде. Ладно, хорошо. Поехали туда. Поехали, посмотрим. Удаст ли ли найти эту зебру или нет? Пропавшую зебру Маргарет в последний раз видели в этом секторе. Хорошо. Как интересно, почему именно сейчас появилось это задание? Это та самая зебра? Подожди, давай-ка знаешь, что сделаем? Возьмем лассо. Или нет? Секундочку. Это вроде зебра. Или это просто лошадь? Это зебра? Действительно зебра, представляешь? Тихо, тихо, тихо. Справщик обновлен. Мул. Это мул. Обалдеть. Нам нужно зарканить. Я смогу с такого расстояния, а? А, отлично. Ты только погляди. Все, тихо, тихо. Что с тобой сделали? В общем, это не зебра. Абсолютно точно. Поехали со мной. Поехали, поехали. Обалдеть. Это действительно, это просто мул самый обычный. Ха-ха-ха, господи. Ну что, вот твоя зебра. Сейчас, побери. Вы ее нашли. Нашу зебру. Ну, можно и так ее назвать. Хотя из нее такая же зебра, как из вас. Укротительница. Ах, да, вы ведь не понимаете, в чем смысл, да? Это иллюзия, обонзрение, призванное разыграть восприятие, затрудить осознание, облапушить публику, да? Облапушить публику? Дружок, мы не будьте столь ужасающе буквально. Никто не станет платить за правду. Люди платят только за обман. Очарование сцены, мечты и реальность. Какой фокус более впечатляющий? Заарканить бедного зверя на равнинах страны Мумба-Юмба? И привезти сюда, чтобы он плясал польку? Или превратить под цветом этих ламп в нечто заурядное, в нечто экстраординарное? Вот разница между прозой и поэзией. Это алхимия. Мы продаем мечты, дружок. Ну, главное только... Чтобы вы не подсудили мне место денег билета на свое шоу. Ну, что ж, у всех свои вкусы. Их слово о деньгах. Разумеется, я вознагрошу вас. Но... Сначала нам надо собрать весь зверинец. А потом уже можно будет поговорить об оплате. Моя ассистентка отправилась за тигрицей. За тигрицей? Да, да. И взяла с собой нашего последнего льва. На случай, если понадобится помощь. Она отправилась по дороге на Калика-Холл. Пожалуйста. Мне неловко просить. Ладно. Сделаю, что смогу. Ну, вот. Теперь у нас хотя бы есть подсказочки, куда ехать. Потому что до этого очень сложно прям было найти. Может быть, с последним обновлением эти подсказки добавили? Возможно. Вполне возможно. Ну, то есть, и до этого, скорее всего, можно было найти. Потому что подсказка, в принципе, была, где он находится. Точнее, где зебра находится, да? Но это было гораздо сложнее. Секундочку. Я так понимаю, что львица Джимбой Кэллоуэй. А! Вы разобрались со всеми стрелками. Отправляетесь к Кэллоуэй и Левину с полученной информацией. Секундочку. Ну-ка, бармен. Спросить про Кэллоуэя. Я ищу мужчин, которые остановились где-то здесь. Бой Кэллоуэй и писатель по имени Левин. Пьяница Бой Кэллоуэй? Он в этом баре немало дырок от пули оставил. Последнее, что я слышал, что он был в Сен-Дени и снял каюту на пароходе. На пароходе в Сен-Дени? Понял. Я тебя понял. Хорошо. Приехали, спросили, нужно искать его в Сен-Дени. Наша белая кобыла превращается просто в какую-то гнидую на самом деле. Ладно, стой. Стой, 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 стой. Мы с вами на месте. Но давайте-ка перед тем, как с ним говорить, мы ее все-таки почистим, потому что это прям какой-то позор. Давай чистить и, может быть, даже покормить стоит, потому что немножко здоровья просело. Ну, во, совсем другое дело. Прямо сразу белоснежное становится. На, еще покушай. Правда, еду у меня почти для нее не осталось. То есть, нужно будет либо морковку где-то собрать, либо еще что-то. Порой подключивает, ничего страшного. Ну, или какие-нибудь печеньки. Все что угодно. Олеандром каким-то кормим, какой-то травой. Взять гриб можно было, ладно. Итак, что ему от нас нужно? Ты пришел. Конечно, я же сказал, что приду. Там есть бригадир. По имени Данбри. Папки лежат в его кабинете над цехом очистки. Там, где окно с поднятыми шторами. Вижу. Если в папках находится компромат, как мы предполагаем, люди мистера Корнелла уничтожат их, если заметят тебя. Я же пойду один. И я сделаю так, чтобы они меня не заметили. Что в этих папках? Там найдется отчет нефтеразведывательной компании Лиланда. Деньги у тебя? Да. Не знаешь, как мне пробраться туда? Можно пролезть под оградой или спрятаться в одном из фургонов. Они постоянно сюда приезжают. Я пойду взгляну. Если попадешь в беду, зови. Я думал, в этом есть смысл в том, что ты здесь ни при чем, а? В идеале, да. Ладно, если будешь действовать быстро, то можешь забраться в тот фургон. Я понял тебя. Тихо, 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 тихо. Ага. Давай. Ладно. Поехали потихонечку. Можно включить гематографический режим, чтобы видеть, что вообще происходит. Но вообще это оказалось гораздо проще, чем я думал. Мы с вами, скажем так, уже нападали один раз на эту фабрику Корнелла. И... Да, тогда за нами была погоня. Вообще, я не знаю. Может быть, хватит на него нападать? Потому что, действительно, будут очень серьезные проблемы с ним. Дождь какой начался, а? Прям темным-темно, обалдеть. Как я помню, есть одна проблема. Там есть собаки. Это ты, Эл. Привет, Том. Забираешь груз? Да, ага. Нужно успеть первому поезду в Сен-Дени. Ясно. Тогда поторапливайся. Нужно было хотя бы борт закрыть или прикрыться чем-то. Мне на самом деле жутко повезло, что меня не заметили. Ну что, мне отсюда выбираться надо, да? Я думаю, что да, можно вылезать. Или нет? А я не могу ничего сделать. Я просто сижу и все. Ничего не происходит, когда я что-то нажимаю. Так. Я начинаю погрузку. Давай, быстро. Давай, 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 давай. Давай, бегом. Слушай, я так понимаю, что я могу вот здесь вот пройти, да? А могу сразу на второй этаж. Ну, дверь открыта. Так, хорошо. Ладно, подожди. Мне нельзя, чтобы меня заметили. Вижу тебя, вижу, вижу. Блин, это нехорошо. А, нет, он ушел. Отлично. Справа, смотри, еще один. И он пошел. Окей. Это мне сейчас дает шанс быстренько прошмыгнуть. Получится, нет? Тихо, 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 тихо. Справа один. Давай, быстро, 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 Артур. На второй этаж. Меня вроде не засекли. Фу. Меня вроде не засекли. Отлично. Я сейчас прям... Ой-ой-ой. Черт бы тебя подрал. Я думаю, что не стоит никого убивать. Нам нужно попасть вон в ту комнату, да? Прикольно прокрался. Тихо. Тихо. Не беспокоить. А! Ты, наверное, и есть, Данбери. Кто? Что? Успокойся, друг. Много времени это не займет. Много такая подготовка просто. Ну что ж, да. Друг, мне нужны кое-какие бумаги. Ничего важного. Одна папка. Я из главного офиса. Ты не из главного офиса. Ммм... Ну, вообще-то, я из главного офиса. А это сейчас важно? Нет. Мне нужна папка с бумагами. Нефть разведывательной компании Лиланда. С теми, в которых написано про нефть рядом с Вапити. Я... Я... Ладно, господи, я хотел по-хорошему. Данбери. Подумай. Не теряй голову. Это будет ужасно неудачно. Особенно в комнате, где такой красивый пол. Она здесь. Она здесь. Ну, а почему сразу нельзя было? Почему нужно было прибегать к насилию? Ладно, хорошо. Вообще, стоило бы его сейчас вырубить, прежде чем выходить отсюда, потому что он поднимет шум. Ты поступил правильно, Данбери. Весьма правильно. За это тебя повысят. Ты уверен? О? Данбери? Данбери? Мистер Данбери, у вас все хорошо? Скажи охраннику, что все в порядке. Да, просто... Я работаю. Все хорошо. А теперь не шуми. Иначе главный офис снова отправит меня к тебе. Сбегите через окно. Хорошо, договорились. Шум поднимется, по-любому поднимется. Странно, что он Данбери пистолета, хотя бы нет с собой, он сразу в спину у меня выстрелил, и привет. Эй, 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 а ну стоять! Бросай оружие и поднимай руки вверх. Полегче, парни. Живо, мы повторять не будем. Какого делого? Тихо, тихо, тихо. Тихо. Оп, оп. Отлично. Раз. Погнали, все, как всегда. Два. Хорошо. И просто чешем отсюда. Давай-ка на перерез. Оп. Иду, иду, орел. Я так и думал, что это он. Да, документы у меня все хорошо. Нужно валить отсюда ко всем чертям. Со мной! Только лошадь помыл, а? Ну что, погоня за нами будет, или как? Они гонятся за нами! Я тебя понял. Сейчас справимся. На! Ну! Положил. Этот сам упал. Отлично. Кажется, их больше нет. Кажется, их больше нет. Ну и великолепно. Этот взрыв был очень вовремя. Как же было приятно смотреть, как горит нефть. Так ты нашел мистера Данбери? Да, не волнуйся. Он был весьма любезен. Я думал, ты не собираешься вмешиваться. Я думал, ты придешь и уйдешь тихо. Спасибо. Ты спас мне жизнь. Спасибо. Я надеюсь... Ну, я не знаю, на что я надеюсь. Но, может... Это нам пригодится. Вот деньги. Спасибо. Корнелл будет в бешенстве. Просто в бешенстве. Мы постоянно лезем в его дела. Ладно, хорошо. Что там за следующее задание появилось? Прямо сразу мигать начало. Что это и где это? Секунду. Давай откатим. Это прям далеко. Шейди Бейль. Нам нужно с тобой поговорить с кем? Сейди Адлер. Опять с этой девушкой. Сейди хочет поговорить с вами. Но это та самая, которую в самом начале мы с вами встретили. Но мы сегодня также с вами начали выполнять задания, связанные с животными. Так что я предлагаю отправиться вот сюда и попытаться доделать их сегодня. Не надо, не делай этого. Что, что, что? О чем это она сейчас? И с кем она говорит? Эй, мистер. А, мисс. Здравствуйте, мистер. Вы... Это не вы тигрицу потеряли? Да, а вы нашли ее? Нет, я нашел ваш фургон до дороги. Маргарет сказал, что вам нужна помощь. А, а тут он прав. Тигрица пропала. Я послал по исследованию нашего лучшего льва и... Ну... Тот тоже пропал. Скверная, получается, ситуация. Ваш лев ведь в Тинбухту, да? Из Валентайна он. Он скорее пес, чем лев. Но при правильном освещении вы не заметите разницы. Ну, конечно. Куда он побежал? Вон в те кусты. Ну, ладно. Плесайте-ка в свой фургон. А я попытаюсь его отыскать. Ладно. Вон в те кусты. Вон в те кусты. Именно там я его и упустила. Так как ты его могла там упустить? Здесь кустов-то почти нету. Ну, вот следы какие-то. Хорошо. Ладно, пошли по следу. Сейчас что-то интересное по-любому найдем. Если лев это пес. Это похоже на кровь. Если лев это пес, то кто у нас с вами тигрица? Ладно, посмотрим. Наверное, кошка какая-нибудь. Я... Что, что, что? Сфокусироваться на следах. Подожди, Лана. Что это? Что-то прям очень много действительно крови. Подожди. Проклятие. Я нашел вашу собаку. Бывшую собаку. Бывшего льва. И малыш? О, где все остальное? Думаю, остальное утащило пума. А это полосатиха. А я-то думала, они хорошо ладят. Ваша тигрица, это пума? Ну да. Ну, а кто же еще? Вы все еще хотите вернуть? Да, сэр. Это наш главный аттракцион. Ну. Будем надеяться, она захочет доесть свой ужин. Да есть? Вы серьезно? Я положу его в повозку. Найдите место, где можно спрятаться. А, ну, поважал и затем бревном. Ну, отлично. Я понял твою идею. Давай закинем. Динер тайм. Пора подкрепиться. Не высовывайтесь. Она где-то неподалеку. Скорее. Я пошла искать тигра. В смысле пуму. И в результате потерял льва. То есть пса. Что за невезуха? Если вам приходится таким заниматься, значит, удача от вас давно уже ушла. Пумы и псы. То, что тебе дает жизнь, не главное. Важнее, как ты этим распорядишься. Мудрая мысль. Особенно, когда у тебя нет зебр и тигров. А, не высовывайтесь. Она скоро появится. Слушайте, я правда не думаю, что она станет есть пса. Я же говорю, они и дружили. Ага, дружили. А? Видимо, она сильно проголодалась? Да, она совсем дикая. Я ее забру. Ладно, хорошо, давай попробуем. Нам бы с тобой, на самом деле, использовать какую-нибудь штуку, чтобы отогнать запах. Но я, правда, не знаю, где она у меня абсолютно. Ладно, плевать. Давай попытаемся закрыть аккуратно. Тихо, 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 тихо. Ну? Давай, закрывай. Артур. Здрасте, девочка. Отлично. Поехали. Попалась. Отлично. А вы не могли бы, естественно, козлы? А я присмотрю за ней. Конечно. Пора возвращаться к мистеру Маргарет. Она все еще жрет. А я-то думала, ну, в общем, они вроде как ладили. Дикие звери всегда могут сожрать друг друга. С виду, друзья, через минуту уже жрут друг друга. Зверям быть легко. Кому бы знать, если не мне. Я и сам с ними частые дела имел. Правда? Не, не совсем. Кажется, я не представился. Сэйли, Нэш. Артур Морган. Рад обознакомиться, сэр. Скажите, мисс Нэш, как вы влипли в эту аферу? Ну, пожалуй, меня всегда к этому влекло. К диким зверям и всему такому. Я встретила мистера Маргарет. Мы с ним разговорились и... Вы сами видите, в этом теле он просто пиковый туз. Я бы сравнил его с другой картой. Моя скромная мечта, когда-нибудь стать второй храбрейшей в мире укоротительницей диких зверей. Ну, я бы сказал, что звание у вас уже в кармане. Я... Вы надеете, что я... Ну, хотя бы в пятерке лучших. Это зависит от того, сколько еще парней захотят потягаться за титул. Может, когда-нибудь женские титулы начнут и правда присуждать настоящим женщинам? О, сомневаюсь, что это когда-либо случится. А, вижу, вы нашли друг друга. Нашли, мистер Маргарет. Чудненько, чудненько. Знаете, одно дело обвалять осла в дегте и перьях. Прошу прощения. Это грим, краска. Но, играя с переодеваниями с хищником... Ну, тут надо быть куда более осторожным. Лосатиха сожрала царя мистер Маргарет. Я сама виновата. А я-то думал, они хорошо ладят. Да, он ей очень нравился. Она потом еще попросила добавки. Кстати говоря, слышал, что-нибудь пробило голову льва? Или хватит вам этих чучел? Послушайте, я прекрасно знаю, что у нас тут не королевский зверенец. Папаша мой был прав, черт вы его побрал. Но коровник Роутси тоже, знаете ли, не дури, Лейн. Про льва слышно что-нибудь? Да, да. До меня дошел случай про льва. Поканый слух. Его видели возле раньше Эмеральд. Как вы знаете, у нас возникла острая нехватка львов. Я был бы признателен. Во всех смыслах. Меня интересует только один смысл. Во всех смыслах. Прощайте, мистер, прощайте. Господи, будь добра, на Лимиджину. Где моя лошадь? Ну где моя лошадь, черт побери? Почему она осталась там? А, вот она, ну слава богу. Я просто не мог ее никак высвистить во то время, когда мы как раз ехали. Держи крепко, мы его поймали! Господи. Его заперли в амбаре. Господи боже! Пойду, пожалуй, возьму карабин. Тихо, 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 тихо. Мужики, тихо. Привет. Чего шумите, ребят? Не подходи, у нас тут какая-то жуткая тварь. Да ну? Здоровенная как мулы, злобная как Мегера. А по-моему, это лев. Это обыкновенный пес. Пес? А теперь прошу меня извинить. Отойдите. Что? Я сказал, отойдите. Ну, как минимум, может быть, лосо достать. Ты как решил его украсить-то? Ах. Так, и я пройду. Ай, мальчик. На собаку он не похож. Иди сюда, песик. Пошли домой. Спокойно, спокойно. Спокойно, спокойно. Где он может быть? Ну-ка, если вот так. Подожди, подожди. Да, тихо ты. Вот все проклято. Ах, господи, он вырвался. Что там происходит? Смотри, что ты натворил. Смотри, что ты натворил. Ах ты, суки, цена. Я разберусь. Найдите льва. Это что, настоящий лев, что ли? Да ладно, не может быть. Подожди. Это что за фигня? Да он не мог их всех покрошить. Камон. Ну-ка. Следы идут сюда. Матерь божья. Спокойно. Спокойно. Черт. Да ладно тебе, стой. Да нет же. Черт побери. Это же... Это же действительно лев. Обалдеть. Попал! Он прикончил эту тварь. Он мертв? Молюсь, чтобы эта тварь была мертва. Да не говори, блин. Жесть, он действительно мертв. Лапа льва. Трофей. Вот это да. Кто бы ни был его хозяином, ему придется держать. За это ответ. Обалдеть. Вот это поворот так поворот. Лев оказался настоящим. Подожди. У них чего? Был настоящий лев? Нет, я что-то как-то в это не очень верю. Может быть это не их лев? Может быть это какой-то другой лев? Я не знаю, из какого-нибудь цирка сбежавший. Камон, откуда у них настоящий лев? Ну что ж, давайте естественно сообщим о судьбе этого льва. Господи. Это было очень неожиданно. Возвращение Одиссеи. Салли, готовь к клетке. Да, мистер Маргарет. Сию минуту. А, лев, людоед? А ты не подумал, что было бы не лишним предупредить меня, что на этот раз зверь настоящий? Ты дебил, а? Успокойтесь, я же все четко объяснил. Ты ни разу не выразился четко. Ни в одном из наших разговоров. Откуда мне было знать, может быть это хусь какой-нибудь? При виде густя зрителей едва ли повскакивали бы с мест. А вот если вывести на сцену царя зверей, и они услышат его рык, вот тогда у них будет такой же ошарашенный вид, какой у вас. Простите за вопрос, а что вы с ним сделали? Убил его. Он мертв. Проклятие. Это плохо, старина. Но выбора у меня не было. А теперь платите. Да, конечно, конечно. У меня есть кое-что... Ну, настоящее сокровище. Вы везучий человек, сэр. Очень везучий. Из шахт Эльдорада. Зеленый, как тропический лес. Чистый, как воды Амазонки. И дорогой, как все золото Ант. Труды одного человека ничто в сравнении с истиной ценностью этого камня. Постойте. Мне не следует. Что бы сказал папа? Вашего папы тут нет. А у нас был уговор. Да, конечно. Обещание. Есть обещание. Салли, пора трогаться в путь. А льва мы ждать не будем? Лев отправился на небеса. Всего хорошего, сэр. И спасибо вам. Но нам уже пора. Ага, не буду вас задерживать. Прощайте. До свидания, мистер Морган. В следующей нашей встрече я буду гвоздем программы. Обещаю. Ну, или мое имя хотя бы напишут в программе. У меня такое ощущение, что... Да у нее вроде написано изумруд настоящий. Обалдеть. Я думал, что подделка. Так, и какой-то там у нас с вами появилась заданница прямо впереди. Не очень понятно. Секунду. Вот здесь, смотри. Что это такое? Почта. То есть, мне либо забрать письмо нужно на почте, либо что-то еще. Да, мне пришло письмо на почту. Хорошо, я понял. Но предлагаю отправиться за этим письмом уже в следующем выпуске. Может быть, опять Мэри нам написала. Вот и узнаем. На этом пока что все. Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать на выпуски по этой игре и даже другим играм. Удачи, друзья. Пока. Увидимся в следующем выпуске. Продолжение следует.